Внешне все еще белорус, а внутри китаец. Гибридную сельхозмашину презентовали отечественные тракторостроители. Новинкам несколько раз дешевле и ей уже заинтересовались в азиатском регионе. За испытаниями опытного образца следил Андрей Авдеев. Этот конструкторский отдел Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, который входит в состав МТЗ, напоминает родильный дом. Только в мыслях дизайнеров рождаются тракторные идеи. От задумки до реализации проекта в среднем проходит кропотливых полгода. И это при том, что карандаш и планшет давно заменил компьютер. Мы занимаемся обслуживанием того, что нам предлагает Минский тракторный завод. Мы вводим некоторые совершенствования, именно связанные со спецификой работы на нашем предприятии. Может быть мы удешевляем нечто, занимаемся импортозамещением. Вот этот самый трактор с двойным гражданством. Корни белорусские, а двигатель, то есть сердце, китайское. В случае успешных испытаний машина, скорее всего, отправится покорять поля Азии. Новый трактор после рестайлинга не имеет кабины, крыши, системы отопления, вентиляции и зеркал. Все это связано с пожеланиями заказчиков из южных стран. Управление такой техникой можно освоить за 10 минут. Запускается так же, как и наш 320-й трактор. В этом тракторе отсутствует передний мост. Стоит обычный. Развивает скорость до 30 км в час. Вращается одной ладошкой. Цена упрощенного агрегата в сравнении с базовым в два раза доступнее. Это стало возможным благодаря эффективному двигателю из Китая. Мы платим не за марку, а за качество и за сам двигатель. Стоит иногда марка, а качество, значит, не совсем мы знаем. Побывав в Китае, мы убедились, что и в Китае делаются двигатели соответствующего уровня, соответствующего качества. Кроме сельхозмашин, предприятие выпускает широкий спектр коммунальной техники. Треть экспорта НТЗ приходит с иностранной дальнего зарубежья. Мы конкурируем по цене с учетом уже транспортных расходов. Мы надеемся с этой моделью, ну, скажем так, завоевать, завоевать рынок этих стран. Экономичным трактором интересуются в Пакистане, Афганистане и Иране. После подписания контракта со странами Африки и Латинской Америки, объем производства увеличит с 2 до 5 тысяч единиц в год. Андрей Евдеев, Александр Миронович, телекомпания СТВ.